Время и время Тогда было совсем другое время, была монополия государства на слово, И, естественно, если ты выходил из-под контроля, из-под контроля цензуры, из-под контроля того же самого союзописателей, то у тебя были проблемы. Сейчас этого нет, цензуры официальной нету, и продукция книжная не контролируется государством, то есть можно на полку в магазине практически положить все, что хочешь. Скандал или неприязнь вызывают только те действия, которые идут в разрез государственной идеологии. И поскольку у меня есть такая книга «Энциклопедия русской души», которая достаточно резко критикует государственные представления о России, то есть стереотипы государственные, то эта книга, в общем, можно сказать, единственная моя книга, которая вызывает, прямо скажем, негативную реакцию достаточно жесткую. Но она, тем не менее, вышла в прошлом году уже там очередным изданием. В Европе, да, почти во всех странах вышли книги. Это меня не удивляет, потому что русская литература всегда довольно неплохо представлена на европейском рынке. Вот я думаю, уже традиции, первые книжки выходили у меня в конце 80-х годов. Так что здесь есть какая-то уже закономерность. Мне кажется, что влияют они положительно, но мне самому об этом как-то неловко говорить. Но, в принципе, мне кажется, что если судить о том, что они уже с 90-го года, то, значит, какой-то диалог продолжается. А любой диалог, он лучше, чем просто два монолога. Я вообще считаю, что писатель должен принадлежать двум культурам, по крайней мере. Иначе он становится таким этнографическим и провинциальным. А две культуры – это как зеркала, которые идут с двух сторон, да, и это все превращается в какую-то бесконечность. Иногда дурную, иногда полезную. Так что почти все писатели сегодняшние, если они чего-то стоят, они опираются на две культуры. Европа совершенно не понимает Россию. Европа очень европоцентрическая. И это постоянная беда, вообще ничего не понимает. Они лучше расправятся и в Сирии, и в Алжире. Эти все страны гораздо более доступны. В Африке вообще. Поэтому Россия какая-то совершенно страна, которая, видимо, даже хуже изучается, чем Китай. Потому что, с одной стороны, там вроде бы похуже на европейцев, но они-то вроде бы похожи. А с другой стороны, они совсем другие. И путаница страшная. И она продолжает буквально каждый день. Поэтому здесь можно сказать, что Россия лучше знает Европу, потому что исторически тянулась к ней. Европа в России – это соседний дом. Соседний дом, который… Мы не комната в европейском доме, но соседний дом. Так по-соседски можем забегать друг к другу. Ну, у меня позиция сложная, потому что, как страна, Россия удивительна, прекрасна. И мне кажется, что до писателя – это просто рай. Потому что Россия очень обнаженная. Она гораздо более обнаженная, чем любая другая страна, из тех, которые мы себе представляем. Может, только в Африке еще есть такие страны. А ведь писатель ищет, что он ищет? Он ищет все-таки то, из чего состоит, из чего мы состоим, из чего состоит человеческая природа. Но это страна, страна, люди, ну и потом вообще совершенно прекрасные ландшафты. А вот с государством уже тысячи лет у нас одна проблема за другой, одна хуже другой. И вот государство, это, конечно, мука страшная. Мука жестокая, садистская. В общем, одно из самых чудовищных государств на Земле. В России бывают моменты чуть получше, бывают чуть похуже. Сегодня довольно плохой момент. Я думаю, что меня беспокоит то же самое, что и всю русскую оппозицию. Это вранье бесконечное, которое течет из Кремля. И поскольку это связано с войной, то это вранье уже касается человеческих жизней. Но я не выдерживаю, потому что мне просто интереснее в России. И поэтому я живу в Москве, и у меня семья в Москве. Дочка ходит во французскую школу при посольстве Франции. Ну, Москва вообще по своему сегодняшнему виду достаточно европейская страна. Я имею в виду, Москва даже больше, чем город. Это страна, потому что она находится вот ровно вне европейском пространстве. Даже достаточно выйти за пределы окружной дороги, когда ты видишь, что это уже что-то другое. Поэтому, так сказать, что Москва не европейская я не могу. Но есть какие-то замечательные большие улочки, например, около Патриаршевых прудов. Есть такие переулки, которые очень напоминают Испанию, Барселону. Отчасти какие-то районы Парижа. Там много всяких галерей, маленьких магазинчиков. Там вполне европейская обстановка. Это отсюда, если идти пешком где-то минут 25 в сторону Маяковский, там есть вот такой Патриаршев пруды, пруд красивый. И это мое такое еще любимое место с детства, потому что я там рядом жил с родителями. И, соответственно, уже люблю его давно. Ну, мне кажется, лучше друг друга знать и попытаться найти диалог ценностей. Не просто диалог руководителей государства или даже культур. А ценности. Посмотреть, как одни ценности и другие могут существовать. Но, естественно, тоже не делать каких-то грубых политических ошибок по отношению друг к другу. Не отталкивать друг друга. В принципе, Россия в конечном счете найдет свое место в Европе.